МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Наш Красноярск, теледневника культурной и спортивной жизни Крового центра. Сегодня с вами я, Дарья Кобылянская, наш гость, Марина Викторовна Егорова, руководитель управления молодежной политики администрации Красноярска. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про летние культурные проекты, которые пройдут в нашем городе, но прежде предлагаю посмотреть первый сюжет. Таким зажигательным флешмобом, который не оставил равнодушным ни детей, ни взрослых, творческие жители города и края приветствовали красноярцев на Артнабережной, где стартовал конкурс «Стань звездой». Талантливые самородки от трех лет и старше могут заявить о себе на этой сцене и добиться успеха. Такую задачу ставили перед собой организаторы, когда 11 лет назад запускали проект «Летние вечера». К нам стали обращаться люди, когда мы только учредили проект «Летние вечера» в городе Красноярске от Главного управления культуры, когда стали приходить люди и спрашивать, скажите, а можно нам выступить вот со своей песней, со своими стихами? Вот я написала стихотворение, я очень хочу поделиться с горожанами. Это возможно? А мы решили, почему нет. За прошедшие годы в конкурсе приняли участие более 7 тысяч человек, представляющий совершенно разные направления в творчестве. Здесь все, и современный жанр, танцы, песни, битбокс, все-все-все, что только вы умеете делать. А если вам чуть-чуть не хватает мастерства, то профессиональные инструкторы и хореографы бесплатно обучают всех желающих сальси, хаслу, хип-хопу, мазурки и другим танцам в рамках конкурса «Танцующий город» здесь же, на артнабережной. И подчас таким профи совершенно немного лет, а начинали они именно с конкурса «Стань звездой». Для нынешних конкурсантов у них только одно пожелание. Выиграть на первом месте, и чтобы они всегда-всегда помнились, что они самые лучшие. Мне очень нравится, когда здесь выступают дети, взрослые, как представление, я очень люблю сюда приходить именно из-за этого. Но это не единственное культурное развлечение для взрослых и детей на арт-берегу. Так детский кинотеатр «Мечта» придумал дни экранизации. По средам с 18 до 21.00, два раза в месяц, вот сегодня, следующий раз, 5 июля, мы проводим такие кинопоказы, выездные, в проекте «Арт-берег». И уже традиционно мы это делаем не первый год, но в этом году мы решили их посвятить экранизациям известных произведений. И сразу замахнулись на Вильяма, нашего Шекспира. Причем эти экранизации патронировал сам принт Чарльз. Вот только ему вряд ли удастся посетить еще один очень популярный проект – «Автокинотеатр» на парковке перед мечтой. Ведь вход туда свободный, и от желающих отбоя не будет. Это будет проходить два раза в месяц. Первый будет 7 июля, второй – 28 июля. Также 11 августа и 27 августа в день российского кино. Приобщиться к прекрасному на берегу Енисея и расширить свой кругозор можно в течение всей недели. Вторник – день классики, среда – день экранизации. Четверг – детский день, пятница – день музеев, суббота и воскресенье – работа главной сцены. А еще мы всех горожан и гостей Красноярска в начале июля приглашаем на полюбившийся «Татышев фест». Вновь погрузимся в мир национального колорита и сибирской культуры. Поучаствуем в мастер-классах и ярмарке декоративно-прикладного творчества. В общем, этим летом в Красноярске скучать точно не придется. Марина Викторовна, скажите, насколько важно организовывать летом такой досуг для красноярцев? Ведь есть мнение, что летом все разъезжаются, культурная жизнь затихает. Ну, мне кажется, абсолютно нет, поскольку летом – это максимально комфортное время пребывания на открытых площадках города Красноярска. И хоть и, безусловно, это пора отпусков, но практика показывает, что большое количество горожан и гостей нашего города, к слову, которые приезжают именно на лето в Красноярск, они становятся активными участниками наших мероприятий, наших событий. Представляете, какая активная жизнь происходит на этом общественном пространстве? Мы сейчас про него как раз будем говорить. Но и, тем не менее, другие общественные пространства, такие как Уссор Татышев, безусловно, и другие наши парки и скверы, они пользуются не меньшим спросом. И очень хочется, чтобы у жителей была возможность не только тишину послушать, приобщиться там и присоединиться к природе, но и, так сказать, быть активным, узнать что-то новое и включиться, в том числе, в какое-нибудь мероприятие, проект. Кстати, на том же острове Татышев проходят музыкальные пятницы. На одной из них побывал мой коллега Игорь Костенков. Ему слова. Здравствуйте! Мы сегодня находимся в музыкальном волшебстве. А что это за мероприятие такое, нам расскажет директор Красноярского духового оркестра Елена Мошкина. Здравствуйте! Добрый вечер, добрый вечер! Сегодня замечательное событие. Красноярский духовой оркестр открывает серию концертов в рамках проекта «Музыкальные пятницы», инициировано Главным управлением культуры при поддержке главы города. Каждую пятницу в 18.30 в восточной части острова Татышев будут проходить концерты самых разных коллективов. Городского духового оркестра, камерного оркестра, хорового ансамбля «Тебе поем». Елена, спасибо большое! Любой человек, любой житель Красноярского и гость нашего города может прийти сюда и насладиться музыкой? Да, абсолютно правильно. Открытое мероприятие, можно свободно расположиться на травке и наслаждаться музыкой и искусством. Спасибо! Но давайте узнаем, какие же эмоции испытывают гости этого праздника. Рядом со мной Татьяна. Татьяна, какие чувства у вас вызывает этот концерт? Ну, чувства самые положительные. Это очень здорово, что наша администрация вот преподнесла такой подарок горожанам, и мы можем бесплатно вечером прийти, отдохнуть, послушать музыку, получить удовольствие. Спасибо, Татьяна! Итак, мы всех приглашаем сюда, на остров Татышев, на музыкальные пятницы. Студия, вам слово! Спасибо, Игорь! Мы обратили внимание, что на концерт пришло много молодежи. Можно ли говорить о том, что юноши и девушки стали больше интересоваться классической музыкой? Ну, да, наверное, безусловно, молодежь интересуется различными направлениями музыки, но стоит сказать, что в Красноярске, в нашем городе, очень много таких форматов, где как раз можно приобщиться и послушать классическую музыку, или стать там участником какого-то мероприятия. У нас, например, в рамках Дня города, если вы помните, был флешмоб, когда оркестры соревновались друг с другом, и это потрясающее действие, на которое пришло очень много молодых горожан. Ну, наверняка, такие проекты способствуют тому, что потом молодежь приходит в камерные залы, когда начинается сезон. Да, то есть вопрос в том, что, безусловно, спрос рождает предложение, и молодежь потом приходит уже, когда лето заканчивается, в закрытые помещения и пространства. Но мне бы хотелось еще сказать, что очень часто молодые люди включаются в различные наши музыкальные проекты, и в том числе становятся участниками. Кстати, телезрители знали о теме нашей программы, задавали свои вопросы. На один мы ответим в следующей рубрике. Владимир Кулешов спрашивает, какие экскурсии можно посетить в рамках проекта «Лето в Красноярске»? «Лето в Красноярске» — новый уникальный проект для города. Он направлен на летнюю занятость, в первую очередь, подростков возрасте от 13 до 17 лет. Ребята, попадая в наш проект, получают пять дней в течение недели, с понедельника по пятницу разных увлекательных экскурсий, мероприятий, квестов совершенно разной направленности. Это могут быть экскурсии туда, куда вообще не попасть, например, филиал Центробанка Российской Федерации в городе Красноярске. Это какие-то уникальные вещи, связанные, например, со встречей с председателем городского совета депутатов. Крупный бизнес, предприятия, которые открывают свои двери и показывают, как все работает. Мы стараемся находить новые форматы взаимодействия, актуальные для этой возрастной категории. Квесты по городу, исторические квесты совместно с нашими партнерами в Мемориале Победы и еще в других организациях. Разделены ребята на три группы — это «Лидер», «Путешественник» и «Краевед». Ну и, соответственно, каждой группой есть различные направления, в том числе это пригородные экскурсии на Таргашинский хребет, на Николаевскую сопку и другие уникальные природные достопримечательности Красноярска. Для этого нужно зайти в группу ВКонтакте «Лето в Красноярске», оставить свою заявку, либо позвонить по телефону 227-92-01 и записаться. Для того, чтобы попасть в проект, нужно, чтобы родители приехали, заполнили соглашение. Такое оно у нас типовое, для всех уникальное. В этом году проект абсолютно бесплатный. Совместно с партнерами, с нашими усилиями мы там смогли сделать так, чтобы он совершенно бесплатным был для всех его участников в этом году. А мы напоминаем вам, телезрители, что вы можете задавать свои вопросы о спортивной и культурной жизни города по телефону 233-0403 или прислать их по электронной почте, адрес на ваших экранах. Марина Викторовна, скажите, какие еще мероприятия пройдут этим летом? Безусловно, палитра мероприятий очень широкая. И я продолжая тему моего коллеги, могу сказать, что не только для молодежи у нас экскурсионные маршруты проработаны и предлагаются. У нас есть большой уникальный проект для самостоятельных путешествий. Называется он hiking.rf. Это и одноименный сайт, и одноименное предложение для телефонов для андроидов. То есть набирая этот сайт или это предложение, заходя в это предложение, вы можете выбрать маршрут, который заранее моими коллегами промаркирован, и пройтись по этому маршруту в пригороде Красноярске не только на столбах, но очень много посмотреть красивых мест. Безусловно, все лето будет работать проект ArtBerig. Каждый день на берегу вплоть до 8 сентября мы будем предлагать горожанам и жителям, и гостям нашего города различные мероприятия. У нас большая-большая программа мероприятий в май-парке. Это парк ДК 1 мая, где среда, четверг, вторник, среда, четверг, три дня мы работаем каждый вечер с 6 до 9 с разными возрастами, с любыми людьми, кто приходит к нам. Это и семейный день, и активный день, и день художников различный. Также парк 400-летия возле МВДЦ «Сибирь». Тоже большая серия мероприятий, которые можно узнать на сайте Центра спортивных клубов. И в этом парке, кстати, 1 июля состоится большое мероприятие семейное с 2 часов до 6. Мы будем ждать вас на большой день, который посвящен семье, потому что 8 июля день любви, семьи и верности. И вот в рамках этого дня 1 июля пройдет большая череда мероприятий именно там, в этом парке. Но стоит сказать, что вся афиша подробная предстоящих мероприятий, безусловно, на сайте администрации города Красноярска, все, что касается молодежи и молодежных мероприятий, это наш сайт kmforum.ru. Кстати, 30 июня в Доме кино стартует проект «Кинодворик». Об этом подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Необычную, на первый взгляд, конструкцию собрали в Тихом дворике в самом центре Красноярска. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что сотрудники Дома кино готовятся к открытию нового сезона проекта «Кинодворик». Это проект, который очень любят жители нашего города, потому что в жаркий летний вечер можно прийти в этот кинодворик, который многие называют похожим на петербургский двор-колодец, и посмотреть какой-то любимый фильм на большом экране, укутавшись в плед, выпив чаю, обняв любимого человека. Организаторы очень стараются удивить зрителя такой камерной обстановкой в летних сумерках, и это им удается. На показы прошлых сезонов «Кинодворик» Дома кино собирал одновременно до 150 зрителей. Это неудивительно, ведь в Красноярской публике предлагают выступления творческих коллективов и только лучшие картины, проверенные временем и получившие кинопремии международных фестивалей. А в этом сезоне... У нас будет пять показов, и мы решили немножко разнообразить жанры, потому что обычно это были мелодрамы и комедии. Первый фильм 30 июня. Мы приглашаем зрителей на мелодраму Сабрина Судри Хэбберн в главной роли, на очень такую легкую и яркую картину. Второй фильм пройдет 14 июля, и это будет «Филадельфийская история». Третий фильм драма «Похитители велосипедов», а вот четвертый фильм 11 августа, наверное, удивит многих зрителей, потому что это будет триллер «Хичкока птицы». «Хичкок на закате» — это для настоящих киноманов. А 27 августа, в День российского кино, гостям «Кинодворика» предложат подборку немых фильмов отечественного производства. Прекрасный подарок для всех ценителей кинематографа. Мы очень надеемся, что многие зрители и горожане об этом проекте знают, потому что он у нас не впервые уже. Несколько лет мы проводим такие кинодворики. Впервые в 2013 году мы показывали в этом дворе социальную рекламу. У нас было очень много зрителей, и этот формат полюбился горожанам. Поэтому мы надеемся, что они будут ходить с удовольствием и в этом году. Марина Викторовна, в завершении нашего разговора, что бы вы хотели пожелать красноярцам, которые собираются провести лето в нашем замечательном городе? Ну, в первую очередь я хотела бы пожелать провести это лето ярко. Более того, возможности в Красноярске для этого большие. Просто нужно не сидеть дома, нужно узнавать, нужно быть активными участниками, нужно звонить, смотреть, проверять ленты ВКонтакте, заходить на сайт администрации, на наш сайт кампфорум.ру. Ну и, конечно же, включаться, включаться, включаться. Спасибо, что ответили на наш вопрос. До свидания. До свидания. И напоследок наша традиционная рубрика «Непосредственное мнение». На тот раз мы просили маленьких красноярцев рассказать про их идеальный летний отдых. Этим летом я буду ездить на Осов-Статышево, ловить рыбу, ездить на речку, загорать буду. Поеду в лагерь, мама будет вожатой, а я буду отдыхать. Для меня это лето будет идеальным. Я планирую летом поехать в Хакасию, где я буду загорать, есть шашлыки и кататься на надувном матрасе. На Иванку пола обливаться, а еще я поеду на электричке к своей бабушке. У меня идеальное лето, когда я летом еду к бабушке на все лето, со своей сестрой гуляю. И мне нравится, когда она вожет меня на велосипеде своем. Еще если перед самой школой, если папа заработает денег, мы поедем с мамой на море. Сразу видно, что у этих ребят лето любимая пора. И всем нашим телезрителям мы желаем хорошо и интересно провести свой досуг. И на этом у меня все. Программа уходит на летние каникулы. В следующий раз смотрите наш Красноярск в субботу 29 июля на Первом Краевом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова